Добрый вечер, Гумель! Добрый вечер, друзья! Ох, и удивило нас, это осень и ранние снегопады, и это в октябре, такого я еще не припомню. Да уж, с наступлением холодов, как правило, обостряется ситуация с простудными заболеваниями, ОРВИ и гриппом. Что на этот счет думают специалисты и какие прогнозы делают на этот осенний-зимний сезон? А также, как предупредить болезнь в вакцинации все за и против, об этом и многом другом, будем говорить сегодня с гостями студии. Самое время их представить. Главным нештатным специалистом по инфекционным болезням города Гомеля Лариса Ковалева. Добрый вечер, Лариса Михайловна. Здравствуйте, рады видеть. Добрый вечер. Здравствуйте. Нет, на сегодняшний день мы можем говорить с вами только об обычной заболеваемости респираторными инфекциями, которая характерна для осеннего периода года. Катя говорит, видимо, о том незначительном периоде увеличения числа простуд и ОРВИ начала осени, когда резко стало прохладно, когда не было отопления в жилом фонде и детских дошкольных и школьных учебных заведениях. Не так ли? Ну да, так можно говорить, с учетом того, что и детские коллективы организовались, поэтому как бы обычно осень отмечается с плеской просто респираторных вирусных инфекций. Ну а грипп, это обычно приходит к нам в другое время, это обычно январь-февраль. Ольга Анатольевна, а как детки, кстати, этот холодный осенний период перенесли в плане простуд и ОРВИ? На сегодняшний день более благополучно, чем обычно, потому что, наверное, все-таки еще период не начался с заболеваемости, поэтому, в общем-то, детство нас не подвело, и мы справляемся. Я согласна с коллегами, у взрослых такая же ситуация, заболеваемость незначительно превышает летний период, и проблем никаких у нас на данный момент нет. Радислав Николаевич, для сравнения нужно вспомнить эпид-ситуацию прошлого года. Как понимаю, показательный в этом плане январь-февраль 2016-го. Здесь мы можем говорить, что на протяжении последних, наверное, 5-6 лет как такового эпидемического подъема, который был раньше, мы не отмечаем. Значит, заболеваемость в это время повышается, но она повышается не на те цифры, которые когда-то были лет 10 назад. Это благодаря тому, что на сегодняшний день с каждым годом нам удалось увеличить число людей, которые были привиты против гриппа. И вот тот подъем заболеваемости, который в первую очередь обусловлен гриппозными заболеваниями, это январь-февраль, мы уже не наблюдаем. И все же, может быть, есть показательные цифры в тему разговора по январю-февралью 2016-го? Значит, ну если для города Гомеля могу сказать, что обычная заболеваемость в день регистрировалась тысяча-полторы, то когда январь-февраль, эта цифра повышается до 2,5-3 тысяч случаев острых респираторных инфекций в день. Но были времена, когда в день регистрировалось 8-9 тысяч. Это те далекие годы, когда иммунизация была, ну, можем сказать, по гриппу, она только начиналась. Лариса Михайловна, думаю, не лишним будет назвать те формы острых респираторных инфекций, которые сегодня наиболее часто встречаются. Сегодня наиболее часто встречаются несложные формы, без осложнений. Это острый ринофаренгит, острый трахеит и, повторюсь, без осложнений. Иногда острый бронхит. Во всех ли случаях возбудителями являются непосредственно вирусы? Да нет, конечно. Вирусы занимают львиную долю. Они более 90% виновников острых респираторных инфекций. Но есть еще какая-то доля на долю бактерий, есть смешанные возбудители, которые вызывают те же заболевания. Может быть так, когда начинается все с вирусной инфекцией, а затем, когда человек или он не лечится, или изначально иммунитет ослаблен по разным причинам, добавляются еще, присоединяются еще бактериальные инфекции. Тогда все протекает несколько тяжелее. Что касается гриппа, какие прогнозы специалисты строят на осенне-зимний период 2016-2017? Я хочу сказать, что у нас в республике имеется национальный центр по контролю за гриппом. Он является одним из филиалов системы наблюдения ВОЗ. И те материалы, которые он передает ВОЗ, формируется прогноз для европейского региона. На сегодняшний день, по прогнозу, для европейского региона, соответственно, и для нашей Беларуси, ожидается подъем, как мы уже в начале разговора и обращали внимание, в январе-феврале месяце. Значит, он рассчитан на средние интенсивности. И те цифры, которые мы тоже обсуждали, они как бы не ожидается их превышения. То есть ничего сверхъестественного, ничего нового эпидемиологи на этот сезон не прогнозируют. В интернете, а значит и среди населения, огромное количество информации о том, что зима этого года будет достаточно суровой. Хорошо ли или плохо? Часто говорят о том, что причиной вирусов являются, рассадниками вирусов является слякотная погода. Вы знаете, дело в том, что для разных вирусов слякотная погода может быть выгодна, но для гриппа, допустим, более морозная погода, она ему более комфортна. Да, более комфортна в плане выживания. Ну и, соответственно, если более морозная погода, люди стараются меньше выходить из помещений, значит, соответственно, возможность контакта увеличивается. Реже проветривают те же помещения, что тоже плохо. Соответственно, риск передачи вируса увеличивается больше, именно когда более холодная погода. А слякотная погода, она больше, наверное, с ней связана, это то, что сезон как раз осенний, это активизация респираторных вирусов, которых в общей сложности более 200 видов различных. Ольга Анатольевна, присоединяйтесь к разговору. Какие инфекции наиболее характерны для младшего поколения? Ну, для детского населения, так же, как и для взрослого, наиболее часто встречается именно респираторно-вирусная инфекция. Наверное, на сегодняшний день нет ни одного человека, который не перенес бы вирусную инфекцию, то ли раньше, то ли позже, летом или зимой, чаще или реже. Но каждый из нас обязательно переносит вот эти вот вирусные инфекции. Но на это есть своя причина. Их очень много. Мой коллега сказал, что их очень много, их более 200. Есть очень известные, такие как грипп, про него знают все. Есть малоизвестные, но не менее безобидные, такие как парагрипп, или респираторно-эстенциальный вирус, или аденовирус, или ротовирус, и ряд других. Но от этого большого количества, конечно же, уберечься очень сложно, поэтому дети болеют. Ну и второй момент, что способствует частным заболеваниям у детей, это передача воздушно-капельным путем. Самый простой, самый доступный, самый распространенный. Поэтому тоже не всегда можно предотвратить распространение. Детки в этом плане более уязвимы. Вот немножко расскажите, в чем отличие по симптоматике. Да, уязвимы. И для симптоматики, можно сказать, имеют свои особенности, которые каждый врач-педиатр знает. Что клиника может быть атипичной, в зависимости от возраста, в зависимости от фонного состояния, в зависимости от каких-то других сопутствующих заболеваний. Поэтому не всегда родители могут заниматься самолечением, потому что внешне не так классически проявляются симптомы вируса или вирусную инфекцию детей, как у взрослых. Даже температура не у всех поднимается. Да, совершенно верно. И даже при заболевании, может быть, 37,2 – это повод для беспокойства. Может быть, 39 – и, в общем-то, это совершенно адекватно переносится ребёнком. Поэтому очень особая клиника, особое течение. И расставить все точки может только специалист. Только врач-педиатр. Можем ли мы по первым признакам заболевания определить, с чем имеем дело? Вирусы, хотя они имеют свою, скажем, общую симптоматику для всех вирусных, это симптомы интоксикации, про которые каждый знает недомогание, слабость, снижение аппетита, головная боль. Но есть ещё ряд специфических признаков, про которые знает врач. Ну, например, если мы говорим про вирус риновирус, то чаще всего он поражает слезистою носовых ходов, и это проявляется в выраженном насморке, затруднённом носовом дыхании. Если это осиплый голос, лающий кашель, затруднённый вдох, нарушение дыхания, как правило, это характерно для парагриппа. И тогда заболевание протекает в виде ларинготрахеита или ларингита. Если это боль за грудиной и малопродуктивный сухой кашель, чаще всего это трахеит. Так вот, вирус гриппа чаще всего поражает именно трахей бронхи. Всё сопровождается именно вот кашлевым рефлексом, малопродуктивным кашлем, ну и плюс с общими симптомами интоксикации. И когда мы смотрим пациента, мы предполагаем, что, конечно, в зависимости от превалирования тех или других симптомов, это не просто общая остроиспираторная инфекция, а подразумевается, например, ОРВИ, ригнит, или остроиспираторная инфекция ларинготрахеит. То есть часто они смешиваются, скажем так? Чаще всего, да. Особенно если запустить ситуацию. Лариса Михайловна, при каких симптомах необходимо незамедлительно обращаться к специалистам, к врачам? Обращаться следует, когда высокая температура, когда она плохо снижается, когда беспокоят головные боли, когда беспокоят боль в груди, когда беспокоит кашель, который на саду не прекращается, когда появляется одышка. Это может быть очень грозным симптомом. Сколько времени себе и своим близким можно позволить наблюдать за течением ситуации? День, два или же первые несколько часов рано утром дают возможность понять, срочно к специалисту. Так же редко бывает? Так бывает редко. Но бывает, вот грипп, например, начинается он очень... Больной часто может указать не только день, но и час, когда он заболел. И лечение гриппа, чем раньше начали, тем быстрее и успешнее закончится выздоровлением. Поэтому при гриппе необходимо сразу обратиться к врачу. То есть вот те симптомы, которые я ранее называла. Если человек здоров, и у него там как-то ренит, заложенный нос, температура нормальная, горло не болит, он может позволить себе немножечко посидеть дома, как-то покапать капельки в нос. И дня два-три не обращаться к врачу. Некоторые вовсе предпочитают при первых признаках заболевания взять отгул, заняться самолечением и отсидеться, так сказать, потому как опасаются, что придя в поликлинику, заразятся еще больше. Вот с этими опасениями вы согласны? Поддерживаете их? Или все же важно прийти к специалисту? Если пациент себя плохо чувствует, у него высокая температура, боли закручены, он может вызвать врача на дом. И доктор его на дому посмотрит, установит диагноз, значит, лечение адекватное. Ростислав Николаевич, как вы считаете? Я думаю, что с таким успехом можно разразиться и в других местах, и в том же магазине, и так далее. Не более, чем в автобусе, где-то там в магазине, да. Ольга Анатольевна, что касается детей, все-таки стоит ли ввести в детский сад и рисковать? Нет, надо оставаться однозначно дома и обратиться к участковому врачу, для того, чтобы осмотрел ребенка и дал рекомендации. Мамы сейчас очень любят, сейчас доступ к лекарствам есть, несмотря на то, что есть и льготные рецепты, и бесплатные рецепты, но многие препараты можно купить и без рецепта. И незнание вот этого процесса, так называемого, патогенеза вируса можно внедриться в этот момент, не самый удачный день влияния на вируса, и затормозить эту реакцию ответа организма на заболевание. И тогда вирус может долго и молчаливо находиться в клетке организма, а потом дать о себе знать, и тогда уже в виде сложнений. Поэтому однозначно, категорически настаиваю на том, чтобы родители обращались за помощью к врачу при первых симптомах простуды у детей и не занимались самолечением. Кстати говоря, слышал, что в прошлом году в детской поликлинике внедрили систему входа с одной стороны, выхода с другой. Таковы правила во время эпидемии гриппа или вообще подъема заболеваний вирусных обязательно необходимы два разных входа, вернее, вход и выход, для того, чтобы не было перекрестной инфекции. Так организованы приемы узких специалистов, врачей, педиатров, чтобы не было пересечения больных и здоровых. И даже в связи с этим выделен определенный день недели, день здорового ребенка, он так звучит, и все о нем знают, когда дети посещают только здоровое для того, чтобы провести профилактический осмотр. Но это тоже с целью того, чтобы не было перекрестной инфекции. Ростислав Николаевич, а как же любимая и известная многим фраза «простуду можно вылечить при правильно подобранном лечении за неделю, но если не лечить простуду, она пройдет за 7 дней». Это можно расценить, конечно, как шутку, но мы вот все здесь втроем категорически говорим о том, что диагноз может поставить только специалист. Особенно то, что касается детей, не стоит рисковать. Я понимаю, взрослый человек может где-то себе позволить, где-то самоуверенность, где-то свое отношение какое-то, но тем не менее, что касается детства, в тот период, когда идет подъем, сейчас мы просто сегодня же говорим о том, что подъема нет, то есть обычная ситуация, но если когда идет подъем, это январь-февраль, тогда, конечно, ситуация коренным образом меняется, и здесь в первую очередь это обращение к врачу. Эксперимировать не стоит? Не стоит, это очень рискованно. Еще одно место, где мы иногда получаем практически бесплатную консультацию, это аптеки. При первых симптомах болезни многие из нас привыкли идти в аптеку, запасаться противовирусными препаратами, причем, опять же, без назначения врача. Чем это чревато, Ольга Анатольевна? Не каждый противовирусный препарат может проникнуть в клетку, чтобы повлиять на вирус. А из тех, которые и могут позволить себе такое действие, то есть проникнуть в клетку, они при этом уничтожают не только вирус, а еще и губительно действуют на клетку организма, что тоже не есть хорошо. В третий момент препараты противовирусные, они тоже не широкого масштаба и спектра действия. Например, всем известный ацикловир, он действует, как правило, на вирус герпеса. А пресловутый ремонтоден больше на вирус гриппа. Поэтому кто из пациентов знает, каким вирусом он сейчас болеет и какой вирус он переносит? Поэтому еще раз напоминаю о том, что... И тот же герпес – это часто как раз-таки подсказка о том, что воспалительный процесс в организме, да? Да, совершенно верно. И неизвестно, простуда ли тому виной? Можно, конечно, использовать симптоматические препараты, которые облегчат. Но все знают, что можно влиять на температуру, да, снизить ее. Есть препараты, которые облегчат носовое дыхание. Есть препараты, которые смягчат кашель. Да, ими можно, можно их использовать. Но если говорить о более серьезном водействии противовирусных лекарств, да еще плюс еще в детской практике, то все-таки еще раз напоминаю, что это вообще функция врача. Тем более, что мы часто забываем, ведь так, Ростелав Николаевич, что аптека – это магазин, и идти за советом к провизору достаточно смешно, хоть практически каждая в своей жизни так поступала. В нашей жизни, наверное, такой момент присутствует. Но, тем не менее, конечно, без назначения врача, специалиста, без его консультации, лечение, как вы уже слышали, может принести обратный эффект. То есть, если это делать самостоятельно. Мои больные, да, бывают, они приходят и говорят, вот я болею там неделю, 10 дней, принимала, и называют, вот листочек, вот что я принимала, как-то мне лучше не стало, как-то мне все хуже. И хорошо, когда там идут витамины, парацетамол, что-то еще, травы какие-то, это лучше, мы полечим. Но когда там идет антибиотик, один три дня, другой еще два дня, третий там еще… Который, возможно, оказывает губительное действие на организме. Да, тут уже все сложнее, нужно более серьезное лечение, и это все чревато серьезными осложнениями. Лучше болезнь предупредить, чем потом ее лечить, не нами придумано, и наверняка все согласны с этим. Чтобы не заболеть, нужно, чтобы был иммунитет. Иммунитет можно получить путем прививки. То есть, либо после заболевания, что нежелательно совершенно, либо после иммунизации. Вакцина против гриппа существует, то есть, это только против гриппа, так как грипп, пожалуй, самая такая серьезная, опасная болезнь, несмотря на мнение народа, что, возможно, это не так. Но грипп, он и протекает тяжелее, и чреват серьезными осложнениями, часто угрожающими жизни. Вакцинация – одна из мер профилактики. Их много, мы знаем. Это и здоровый образ жизни, и прогулки на свежем воздухе. Какие еще меры профилактики можем назвать? Кстати говоря, есть у нас инфографика в тему разговора. Давайте посмотрим и прокомментируем. Как видим, как уберечься от гриппа? Здесь приводятся у нас некоторые методы профилактики. Среди них как можно больше гулять, часто мыть руки. Не рекомендуется активно пользоваться общественным транспортом и ходить в гости. Закаливание. Ватномарливая повязка. Прием лекарства по назначению врача. Аскорбиновые кислоты и поливитаминов. С чем согласны, с чем не очень, уважаемые гости. Здесь как бы показаны мероприятия, которые в первую очередь будут проводиться тогда, когда будет именно сезонный подъем заболеваемости с респираторными инфекциями и гриппом. Значит, может быть, вот как бы часто мыть руки, оно звучит, вроде, причем здесь вирус гриппа и так далее. Но это очень серьезный момент. Дело в том, что вирус попадает в организм через слизистые оболочки. Это глаз, это нос, это губы. И, соответственно, если он есть на руках, то прикасаться к слизистым оболочкам, соответственно, можно инфицироваться. Что касается ватномарливой повязки? Витаминка рекомендуется при уходе за больным, в первую очередь, значит, для того, чтобы предупредить себя. Ну, и больной, если он изолирован, то ему тоже рекомендуется носить ватномарливой повязку, особенно если это дома. Значит, в массовых местах, ну, как бы... Никто не запрещает, но, наверное, особого желания у граждан не относить. Не возникает, да. И никогда сбывается. Ну, остальное, как бы, оно относится к закаливанию, значит, приём витаминов, рацион питания. Это обычно то, что, как бы, в повседневной жизни должно присутствовать, и поэтому оно должно быть всегда. Значит, ну, и при первых симптомах это вот... Советуют полоскать растворами марганцовки, фруцелина, это если болит горло, я так понимаю, тёплые ножны в ванной. Вот, опять же, много споров на этот счёт. И если же есть небольшая температура, знаю, что тепловые процедуры, в принципе, противопоказаны, Ольга Анатольевна. Да, на фоне температуры и так идёт жар, поэтому дополнительно ещё использовать какие-то внешние тепловые моменты очень опасно, можно вызвать тоже побочные эффекты. Только на фоне того, когда уже острый период ушёл, и когда есть какие-то уже остаточные явления, температура при этом нормализовалась, тогда, конечно, можно использовать и тепловые процедуры. В низкой практике они широко используются и имеют хороший эффект, поэтому детям всегда назначаем, они хорошо с радостью переносят, и видим пользу от этого. Иногда родители спрашивают, можно ли проводить ингаляции на фоне температуры, и многие от них воздерживаются. Могу сказать, что если ребёнок при температуре чувствует себя вполне адекватно, что характерно для детей, то, пожалуйста, можно проводить ингаляции. Это облегчит дыхание и смягчит кашель. Опять же, если это горячие ингаляции, сегодня существуют небулайзеры, мелкодисперсные растворы, мы неохотно это делают, особенно те, которые постарше, помладше, имеют свои особенности. Но тоже можно найти подход, поэтому используем. Лариса Михайловна, как насчёт оксалиновой мази, всем известной, имеющей давние корни, она по-прежнему актуальна? Вы знаете, актуальность её весьма сомнительна, скажем так. То есть она не защитит стопроцентно от вируса гриппа, это как дополнительное какое-то средство. Но нужно держаться от заболевших людей подальше, как минимум на расстоянии 1,5-2 метра. Придя домой, сразу же вымыть руки, промыть нос. Можно раствором, в аптеках продаются оптичные препараты, морской солевой раствор. Промывать нос нужно достаточно часто. Для того, чтобы был эффект. Для того, чтобы был эффект, верно? Нельзя намазать нос оксалиновой мазью, успокоиться и чувствовать себя защищённым. Целый день? Увы, да, целый день. Так не получится. Плюс для того, чтобы часто ей пользоваться, её нужно с собой носить. А в условиях хранения, если не ошибаюсь, прописано, что хранение как минимум в холодильнике. Она тает. Она тает, да, на глазах. К тому же на улице не всегда можно, руки-то не гарантированно, что они чистые будут. То есть руками, уже с возможной инфекцией на них, внести эту оксалиновую мазь, мы не защитимся, а скорее наоборот. В общем, очень неудобно, где-то, может быть, и помогает, но нужно как-то приноровиться, наверное, пользоваться оксалиновой мазью. Отдельным пунктом – рацион питания. Давайте посмотрим, что приведено на нашей инфографике. Свежие овощи и фрукты, репчатый лук, сок квашеной капусты. Кстати говоря, слышу впервые об этом. Хотя блюдо актуальное для славянских семей. Что же касается репчатого лука, вот все ли согласны из вас с тем, что он действительно помогает и защищает от вирусов? Значит, я там еще у вас есть чеснок рядом изображен, мы его только брали, да. Так вот они обладают, есть у них такие фитонциды, которые могут способствовать уничтожению вируса. И, значит, есть даже такое, раньше применялось, я знаю, что родители применяют, ребенку зубчик чеснока. На ниточку, да. Или, значит, на блюдце нарезанный чеснок просто понюхать. То же самое касается и лука. Что касается сока квашеной капусты, то это живой источник витамина С. И то, что там ниже цитруса и так далее, это то, что у нас на сегодняшний день есть у нас именно, и не надо покупать. Причем очень большая концентрация витамина С. Это же еще и очень экономично. Конечно, да. Что тоже является хорошим плюсом. Ольга Анатольевна, что касается вот как раз-таки детского рациона питания. Я смотрю на этот слайд. Что добавите? Читаю и понимаю, что мне трудно прокомментировать врачу-педиатру, как бы вот такие продукты, как репчатый лук и чеснок в рационе питания ребенка. Я могу только сказать, что здоровье ребенка будет зависеть прямо пропорционально, зависит от его питания. Если правильно организовано оно, то это здоровье и физическое, и соматическое. Напомню, что должно содержать сбалансированное питание в рацион ребенка, белки, жиры, углеводы, обязательно овощи и фрукты, фруктовые соки, что очень сложно заставить полюбить ребенка вот именно эти продукты. Но если оно будет организовано правильно, то это будет профилактика всех заболеваний, в том числе и гриппа. Это касается детей. Ну и, конечно, укрепление иммунитета – это как связующее звено и одна из главных рекомендаций, пожалуй, каждого врача. Да, это актуально в педиатрии. Многие мамы, имея горький опыт тоже того, что дети болеют часто и много, и тяжело, спрашивают, как же укрепить иммунитет. Но, наверное, правильнее про это проговорить тогда, когда ребенок только идет в детский сад, когда встречается с вирусовыми бактериями, и вот тогда есть смысл проговорить, как это правильно. Есть два способа. Первая ступенька или первый способ самый простой, с одной стороны, но и самый сложный. Это физиологически, то есть необходимо организовать правильный здоровый образ жизни для ребенка. Сюда входит и рацион питания, и физические нагрузки, и режим дня, и свежий воздух, физическая активность, крепкий сон, стрессы, избегать стрессов и, скажем, все остальное в правильном режиме. Это сделать сложно для родителей, но это надо. Это самый первый и самый нужный шаг. Второй мой – это фармацевтический, так называемый. К нему чаще всего прибегают родители, и это неправильно. Они ищут защиту у врачей-иммунологов, требуют консультации, помощи. Но я могу сказать, что очень сложный процесс, и говорить вообще о том, что такое иммунитет, и как его укрепить, это нужно целую лекцию. Но необходимо соблюдать следующее правило. Если мы говорим про укрепление иммунитета, необходимо все-таки, чтобы эти рекомендации давал врач-иммунолог. Он всегда оценивает иммунограмму и потом подбирает определенный курс. Назначает определенные препараты, их дозу, кратность приема и длительность. И только по совету врача-иммунолога можно решить вопрос по укреплению иммунитета. Ну и, конечно, вакцинация тоже немаловажна для того, чтобы думать о укреплении иммунитета в предстоящий период сезона гриппа. О вакцинации предлагаю поговорить более подробно. Специалисты уже так и намекают, что вакцинация все же один из самых основных пунктов, если говорить о профилактику. Какой процент гомельчан планируется привить от гриппа в этом сезоне? В этом сезоне планируется привить то же число, которое было привито в прошлом году, на уровне 40-42%. Почему эта цифра? Значит, она состоит из нескольких моментов. Первое – это сюда входят контингенты риска заболевания. Сюда входят контингенты, которые по своему виду профессии имеют повышенный риск встречи с инфекцией. Ну и, соответственно, навстречу идут предприятия, организации, которые стараются защитить своих работников. Значит, из этих вот трех составляющих складывается эта цифра. Значит, для специалистов, в принципе, для врачей, если говорить о вакцинации, конечно, оптимальный будет вариант не менее 80-85%. Это то, что у нас вот есть по детским инфекциям на сегодняшний день. Это минимум, который мы достигаем. Благодаря этому, многих инфекций просто нет. То по гриппу, учитывая, что это надо привить очень большое количество населения, значит, мы к этому, конечно, стремимся. Но, как показывает практика, вот даже эти 40%, мы уже, я в самом начале передачи говорил, что уровни заболеваемости совершенно другие последние годы по сравнению с теми, которые были до, когда вот вакцинация против гриппа только-только начиналась в таком масштабе. Начало вакцинации, как понимаю, это начало осени. Это начало осени. Получивших те самые важные дозы в этом году. Какой процент? Я могу сказать, что, значит, почему осень? Дело в том, что для того, чтобы создать хороший иммунитет, значит, необходимо время. Ну, это для гриппозной вакцины минимум 2-3 недели, минимум. Оптимальный месяц. Поэтому, с учетом того, что заболеваемость подъема у нас обычно происходит январь-февраль, поэтому рекомендации прививки проводить в сентябрь, октябрь и ноябрь месяц. Плюс цифра 150 тысяч по городу Гумелеву привитых на сегодняшний день, вы прекрасно понимаете, что охватить столько людей, а если мы говорим в 40% за неделю, это нереально. Поэтому вот в это время, именно осенний период посвящен проведению иммунизации. Сами вы приверженцы этой процедуры и как оцениваете действия вакцины? Лариса Михайловна. Мы привержены этой процедуре, потому что мы, прежде всего, общаемся потом с заболевшими людьми. Более того, кроме нас, есть большая группа людей, которые ежегодно прививаются от гриппа. Им это, результат им очень нравится, их все устраивает. Они ждут следующего, чтобы не пропустить и привиться вовремя. То есть после прививки в начале осени на январь-февраль мы имеем стабильный стойкий иммунитет против вируса гриппа. И риск заболеть, он минимальный. Если человек и болеет, то он болеет уже легкой формой, без осложнений, которая заканчивается и быстро, и без ощутимых потерь для организма. То есть здесь, понятное дело, исключить в принципе заболевание, исключить в принципе болезни невозможно. Но если болезнь не происходит, то протекает в более легкой форме, нет тех самых осложнений, которыми опасен грипп. А как же то достаточно большое количество мнений гомельчан и жителей области, связанных со следующими фразами? Я вот сделал прививку, и все равно этой зимой болел. Это прививка только против гриппа. То есть о вирусах и бактериях, про которые мы говорили в начале, огромное количество. Да, иные вирусы, ортомиксовирусы, парамиксовирусы и так далее. От них эта вакцина не защищает. Вот в вакцине Гриппо плюс есть добавочка такая полиоксидония, которая повышает неспецифический иммунитет. Но как бы опять же она только против вируса гриппа. И чуть-чуть незначительно повышает резистентность, устойчивость повышает к обычным другим респираторным инфекциям. Поэтому можно привиться и переболеть каким-нибудь другим несложным, не тяжелым респираторной инфекцией. Но еще раз повторим, гиперважно защитить себя и своих близких именно от гриппа, потому что именно он приносит самые серьезные осложнения. Самые тяжелые, самые серьезные, да. Ростислав Николаевич, можем ли прогнозировать, когда же придумают ту самую вакцину от всех вирусов в принципе? Это несбыточная мечта, наверное, всех медиков. Но, к сожалению, многолекий вирус не позволяет это сделать. Значит, что касается вакцины против гриппа, то здесь каждый год вакцина, в нее вносятся те штаммы, которые прогнозируются на основании исследований. И на сегодняшний день включены вот вакцины, которые используются у нас, три варианта. Это H1N1, H3N2 и вирус гриппа B. Среди них тот самый свиной грипп, о котором пару лет назад мы поговорили. Ну, пандемический грипп, это 2009 года, да, который впервые появился. Он на протяжении вот последних пяти лет входит в состав вакцины. Значит, и он всегда там присутствует. Вот последний вакцин. В этом году он тоже там присутствует. Ольга Анатольевна, насколько активно прививается младшее поколение? Охотно ли родители ведут своих чад на прививки? Весь мир активно прививается, и такая тенденция отмечается за последние годы. Республика Беларусь, в частности, я думаю, что наш регион тоже не исключение. И за последние годы также активнее наше население прививается. Дети не исключение. Очень активно работает участковая служба, которая разъясняет, какой контингент детей должен быть обязательно привит. И за последние годы могу сказать, что да, в течение трех последних лет тенденция очень хорошая. Значит, намного детей прививается. Есть какая-то определенная специфика в иммунизации деток? Это более мелкие дозы, либо большее количество доз, но более дробленое? Есть небольшая особенность для контингента от шести месяцев до трех лет. Им придется дважды пережить эту процедуру, не очень приятную, но безобидную. Вводится подкожно, внутримышечно, доза делится на два раза, и первый раз, а второй через три недели повторно. Вот именно для такого контингента с шести месяцев до трех лет. Все остальные возрастные группы прививаются так же, как и взрослые, однократно. Если говорить о противопоказаниях, какие стоит отметить? Это острое заболевание на период вакцинации, обострения хронического. То есть человек полечился, прошло недели-две, доктор определит, когда, и можно прививаться. Это аллергия на белок куриного яйца, потому что в изготовлении вакцины используются куриные эмбрионы. И тяжелая аллергия. Но я знаю своих коллег, которые прививали своих детей. У детей была аллергия на белок куриного яйца, но она опасалась, она привила. Но с ребенком было все хорошо. Давайте более подробно о том, какая категория людей подлежит обязательной вакцинации. Кто особенно в группе риска находится? Среди взрослых в группе риска находятся лица старше шести десяти лет, потому что у них имеется уже ослабленный иммунитет, у них там есть заболевания хронические разные. Это независимо от возраста люди с хроническими заболеваниями органов дыхания, то есть бронхиальная астма, хронический бронхит. Это люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. С сахарным диабетом, то есть снижен иммунитет. Люди, которые получают иммуномодулирующие препараты обязательно, подлежат прививкам. Люди с иммунодефицитом. Подлежат также прививкам беременные женщины. Против гриппа они должны прививаться, потому что если заболеет женщина во время беременности, это чревато и для нее, и для будущего ребенка. Хорошо бы, чтобы женщина привилась против гриппа та, которая планирует забеременеть, чтобы быть защищенной. Это клинические показания и другие показания. То есть люди, которые по долгу своей работы связаны с большим количеством людей, с обслуживанием большого количества людей. Это медработники, то есть вот мы и тут. Торговля, водители, кондукторы. Те люди, которые постоянно в контакте с населением, с большим количеством людей. Ну, сюда еще можно добавить, это школьники, студенты средних специальных учебных заведений и студенты высших учебных заведений, потому что это большие коллективы. Совсем маленьких берем в рассмотрение. Кто из них обязательно должен привиться? Да, здесь тоже есть свои группы детей, которые обязательно должны быть привиты. Возраст детей от 6 месяцев до 3 лет. Это обязательный контингент. Дети, которые страдают хроническими заболеваниями, органов дыхания. Дети-инвалиды тоже нуждаются в вакцинации. Дети, которые находятся в группе социального риска, в социально опасном положении, они тоже должны быть защищены от вируса гриппа. Вакцинироваться можно по месту жительства в поликлиниках. Услуга эта бесплатная. Всегда ли? Бесплатная иммунизация будет для контингентов риска. Это предусматривается закупками за счет бюджетных средств. Значит, есть возможность привиться за личные средства. Человек может прийти и обратиться в поликлинику. Значит, может привиться, заплатив определенную сумму за вакцину и за услуги. Насколько доступна вакцина в плане финансов? Значит, стоимость вакцины в сегодняшний день колеблется в новых рублях от 5 до 12 рублей. Это сама вакцина. Плюс здесь нужно добавить расходные материалы и услуги. Но это будет зависеть от конкретной поликлиники и конкретного места. Это в среднем, наверное, около 18-20 рублей. Вот так вот получается иммунизация против гриппа. Нельзя не сказать и о разновидностях вакцин против гриппа. Насколько знаю, их не так уж и мало. Давайте назовем некоторые из них. Ну, на сегодняшний день у нас в республике используется несколько вакцин. В первую очередь это Гриппол Белмет, который производится на заводе в Минске. Гриппол производства Российской Федерации. Вакси Грипп производства Франции. Инфлювак производства Нидерландов. Но их меньше. Они в основном идут, их больше заказывают предприятия на платную иммунизацию. И ультравак используется вакцина. Это живая вакцина. Она используется меньше, но тоже она... Вот эти вот пять вакцин используются на сегодняшний день в республике Беларусь. Они зарегистрированы и официально поставляются в поликлинике. Лариса Михайловна, как в этом списке разобраться? Часто население тянется, конечно, за иностранным названием, красивой упаковкой. Если это сделано где-то за рубежом, многим кажется, что уж точно намного эффективнее. Вы знаете, состав там одинаков. Вирусные антигены те же самые, что в одной вакцине, что в другой, что в третьей. Они все изготовлены на основании рекомендаций ВОЗ. И разобраться, наверное, разобраться с помощью врача стоит. Если человек, конечно, хочет привиться платно, заплатить эти деньги за вакцину, даже если он входит в группу риска, которая привит бесплатно, это его право. Но следует идти в поликлинику именно по месту жительства. Там есть амбулаторная карта у доктора. Там есть, скажем так, известен анамнез пациента. Известны его там все истории болезни. Известны его реакции возможные предыдущие. И только там гарантируется безопасность. Ну и еще раз подчеркнем, наверное, да, иностранное название и зачастую страна производства не всегда гарантирует уж суперэффект. Нет, процент защиты тот же самый. Он не выше и не ниже, естественно. То есть та отечественная вакцина, которая буквально совсем недавно была разработана нашими отечественными фармацевтами, заслуживает таки доверия, уже активно этой вакциной прививаются наши населения сегодня. Обратите внимание, что она тоже называется Гриппол. То есть она была разработана совместно с российскими специалистами. Гриппол используется уже очень давно и в России, и у нас, и в прошлом году. Ну вот вы спрашивали личные отношения. Допустим, наш коллектив, я сам прививаюсь к Грипполу. Вот поэтому здесь как бы еще раз подчеркнем о том, что состав вакцин, антигенный состав, он одинаков. Уважаемые друзья, спасибо за этот интересный и полезный разговор. Время подводить итоги. Что пожелаете зрителям Беларусь-4? В этот осенний-зимний сезон. Я хочу напомнить каждому из нас, что счастливый человек – это тот, который здоров. И, наверное, эта передача была помощь всем тем другим передачам по поводу того, что здоровье человека зависит не от того, сколько врачей в городе, сколько постойно учреждений здравоохранения, каково его оснащение, а от того, насколько правильно он заботится о себе, собственно, здоровье. Поэтому я думаю, что сегодня я и мои коллеги убедили о том, как важно и правильно защищать себя во всем, что касается здоровья. Спасибо. Радислав Николаевич, Ваш совет нашим телезрителям. Я хочу так кратко сказать, что я думаю, что все понимают очень простую вещь, что болезнь легче предупредить, чем ее потом лечить, а тем более последствия после перенесенной болезни. Дариса Михайловна. Хочу, пожалуйста, здоровья. Будьте здоровы, берегите себя. Спасибо за Ваш замечательный совет и за этот полезный разговор, действительно полезный. Доброго вечера Вам и Вашим близким. Спасибо Вам огромное. Спасибо. Доброго вечера. Настоящие романтики отмечают взять за руку человека вроде обычный жест, но почему-то именно он заставляет все внутри перевернуться. И действительно, порой жесты понятнее слов. Следующие гости программы не просто умеют говорить жестами, они превращают этот разговор в искусство. У нас в гостях руководитель Народного театра эстрадных миниатюр и инсценированной песни Дома культуры унитарного предприятия ВИПРа Евгений Васильев. Евгений, добрый вечер. Артистка театра Ирина Гришина. Ирина, здравствуйте. Добрый вечер, Ирина. И переводчик жестового языка Татьяна Погодина. Татьяна, добрый вечер, рада видеться. Здравствуйте. Евгений, первый вопрос к вам. Как на языке жестов будет звучать добрый вечер? Добрый вечер. Отлично. Теперь мы тоже будем знать. Спасибо. Сегодня вместе с нами и сурдопереводчик Татьяна. Татьяна, расскажите, как понимаю, вы сегодня не только будете активно принимать участие в общении, но и помогать, понимать зрителям по ту сторону экрана наш разговор. Нашими телезрителями будут, конечно, наши самоуважаемые инвалиды по слуху. Это наши пенсионеры, студенты, рабочие, не только нашего предприятия ВИПРО, но и производственного объединения ГУМСЕЛЬМАШ, потом еще, ну, многих предприятий нашего города. Они с удовольствием будут смотреть эту передачу, и для того, чтобы это было понятно, и для них, фактически, поэтому я здесь и присутствую, для того, чтобы перевести им все это понятно и зримо. То есть практически вы наша соведущая? Да, то бишь, да, получается, что мы теперь втроем ведем эту программу. Очень рады, поверьте. Подключайтесь к разговору Евгении, и в самом начале расскажите, что из себя представляет театр-студия. Наш театр жестовой песни представляет собой группу людей, которая увлечена творчеством и искусством. Ну, в особенности это все, что связано с музыкальными произведениями. Люди каких профессий, какого возраста участвуют в театре? В нашем коллективе люди разные. В основном это работники предприятия ВИПРО и учащиеся средней специализированной школой номер 70 для детей с нарушением слуха. Мозраст участников от 11 и до 60. Всех желающих принимаете в коллектив? Либо существует отбор? Ну, в первую очередь, это инвалид по слуху, которому мы возьмем в любом случае. Ну, естественно, мы поощряем желание человека учиться, развиваться, пробовать себя в творчестве. У нас, как говорится, везде дорога. Ирина, давайте вспоминать тот момент, когда вы впервые пришли в коллектив, в ваше первое занятие, ваше первое репетиция и первое выступление. Вообще-то я впервые пришла в театр. Но какие ощущения переполняют? Это наверняка волнительно. Ирина, признавайтесь, Евгений строгий руководитель? Евгений, как понимаю, коллектив помогает всем участникам немножечко выходить за рамки. И это большое дело, ведь так? Ну да, хочу сказать, это значительное такое дело. Часто люди, кроме работы, не видят никакой отдушины, а вот здесь-то немножко по-другому. У них появляются новые цели в жизни, стимулы и так далее. Ну да, это все, естественно, присутствует в нашем коллективе. Люди после работы приходят к нам, занимаются, общаются. И это, я считаю, очень хорошее времяпрепровождение и хорошее время для досуга. Татьяна, у вас и вовсе особая миссия. Вы переводчик жестового языка со стажем более 20 лет. Расскажите о тонкостях, может быть, и неких сложностях работы в таком коллективе, в таком необычном коллективе. Общий стаж у меня 41 год. Вы уже привыкли сопровождать все, что говорите жестами? Это уже профессиональная привычка, что когда начинаешь даже с обычными людьми разговаривать, то начинаешь как бы помогать руками. То есть, когда и булку хлеба в магазине просите, часто жестикулируете? Да, даже можно без слов показать. Все понятно. Это помогает, кстати говоря, и с хорошо слышащими людьми найти их язык? Иногда, да. Иногда можешь показать такой же, что он может и не понять, а мне как бы легче. Сцена – это совершенно другое. Во-первых, в жестовом языке есть бытовой жестовый язык. Это язык общения. Повседневный. Повседневный, да. А сценический язык – это типа как литературный язык. Там все-таки больше образности, особенно в песнях, особенно в спектаклях. Там много таких жестов, которые повседневно не вставишь. Тут надо уже подбирать жесты более возвышенные, более такие эмоциональные, чтобы люди могли понять, что происходит на сцене и о чем артисты хотят рассказать своими движениями, жестами, своим выражением даже жестомимическим. Вы присутствуете на репетициях, постоянно сопровождаете коллектив и на гастролях. Вот расскажите, в чем все-таки главное, основное ваше участие во время этих мероприятий? Ну, на репетиции, естественно. На всех репетициях я присутствую. Почему? Потому что жестовая речь может меняться даже в течение репетиционного периода. Также репетиции. Там я смотрю по рукам, смотрю по артисту, значит, жест какой-то не подходит. Значит, я переименачу другой жест, подходящий к этому моменту, к этой песне. И чтобы была синхронизация движения ног, движения рук, движения головы, движения самих артистов. И чтобы это все было синхронно, чтобы это все было, не выбивались артисты друг от друга. Но в поездках там уже... Вы переводчик в поездках? Я переводчик, я и мама, я и папа, я и няня, я и дежурный. У меня столько обязанностей, что перечесть невозможно. В общем, человек универсальный. Евгения, без Татьяны никуда. Можно сказать, да. Ну, практически да. Расскажите о Татьяне, может быть, есть какие-то интересные истории? Ну, хочу о ней сказать, что это действительно, как говорится, негласно, но действительно это самый лучший переводчин жестового языка в Республике Беларусь. Потому что ее почерк, ну, то есть артист выходит на сцену, выступает, поет, уже сразу видит, что это гомель. Потому что, как говорится, у каждого почек разный, так и у переводчиков свой есть почек. Все доступно, все понятно. Абсолютно. Вот действительно, в этом ей отдать должное. Она постоянно совершенствуется. Бывает такая ситуация, делаем песню, а на нем бывает затруднение подобрать там жест тот или иной. Не стесняется, подзывает артистов, вот помогите. То есть мы с ней на одном уровне, это очень замечательно. А все-таки какую задачу первостепенную перед тобой ставите? Важно, чтобы не только слабослышащие поняли ваш посыл, но и люди, у которых со слухом все на высоком уровне? В первую очередь, они, потому что они не знают, и мы своими сестями, своими свечениями показываем не только для войны, но и эмоции. Передаете больных слухов. И люди, их логают, смотрят и понимают, о чем смысл спит, напеве. Например, они не знают, но мы покажем, например, или протанцованы, или вот так вот. Они все видят и понимают, и представляют, что это соответственно. Мы не помогаем, раскрыт, и они все понимают. Татьяна, а вообще сложно ли освоить язык жестов для человека абсолютно слышащего? Я хочу сказать, нет. Для человека слышащего нормального освоить язык жестов нетрудно. Главное, одно самое важное условие, желание. Если захочешь, все выучишь. Тут проблем нет. Я предлагаю немножечко покопаться в истории театра. 1970 год, далекий 1970. Из чего все начиналось? Все начиналось очень-очень даже как бы просто. У нас работал такой Владимир Зубарев. Вот он и начинал. Вот как-то вот так получилось, что там был театр. Он как-то был театр-миниатюр. Маленький такой театр-миниатюр. И вот придумали, давайте попробуем спеть песню. Хотя тогда были такие примитивные жесты, не так, как сейчас, что жест должен нести смысловую нагрузку. Тогда было очень просто, проще было. И вот он исполнил эту песню, исполнил песню на жестовом языке. Всем понравилось. И вот с тех пор все это вот пошло и пошло, и пошло. А сейчас, конечно, эта жестовая песня вышла на такой уровень, на международный уровень вышла, что, ну, только где удаешься. Ну и вот еще одна оценка. В 2006 год театр получает звание народный любительский коллектив. Это как-то подстегнуло каждого из артистов? Конечно. Присвоение звания коллективу народный, само собой, заставляет артистов выступать лучше и выходить на более высокий уровень. Потому что при получении звания и стоять на одном месте, это... То есть обязывает статусы звания. Обязывает, да. Статус народного уже обязывает поднимать планку. Эстрадная миниатюра, жестовая песня, музыкальные спектакли, основные жанры, в которых работаете. Какой из них самый сложный и почему? Ну, наверное, я считаю, что все-таки это музыкальный спектакль. Потому что кроме песни, которая есть у артиста, надо еще выучить текст. Специфика в том, артист, который не слышащий нашего театра, должен знать слова не только свои, но и слова коллеги, чтобы знать, когда вступать. Вот в этом и есть свои нюансы. Артист должен всегда чувствовать своего коллегу, как он играет, вот на одной волне с ним идти. Это тоже, я считаю, очень сложный нюанс в этом жанре, как музыкальный спектакль. А какой самый любимый жанр? У меня, конечно, это жестовая песня. Кстати говоря, некоторые до сих пор путают жестовую песню с сурдопереводом. Я так понимаю, что в отличие от второго, жестовая песня – это большое искусство. Верно? Да, это искусство, действительно. Это две разные вещи даже, потому что сурдоперевод – это просто перевод. А жестовая песня, вот песня на жестовом языке – это совершенно другое. Тут не просто перевод, тут идет пластика рук вместе с музыкой, вместе со словами. Надо обязательно передать все эмоции, гамму чувств. Это первостепенно. И это очень отличает обычный сурдоперевод и жестовую песню. И все-таки за тем результатом, который наблюдают зрители, стоит огромное количество репетиций. Как проходит этот самый репетиционный процесс, Ирина? Во время репетиции намного проще, потому что перед нашим влезамый пустой зал. То есть немножечко расслаблены. Я вот сейчас смотрю на Ирину, а глаза ведь блестят. Она с такой любовью рассказывает про то дело, которое выбрала. Здесь, конечно, важен интерес и терпение каждого из участников постановки. У нас репетиции проходят в два этапа. Это кабинетный этап и сценический. Кабинетный этап заключается в том, что артист учит слова. Когда он уже хорошо знает слова, он уже приходит к Татьяне, и она делает постановку жестов каждой песни. Когда артист выучил уже и слова, и жесты, начинаем работать под музыку. По куплету, по припеву. Когда артист уже знает всю эту песню, и начинаем пробовать перед зеркалом. Работаем перед зеркалом, чтобы артист замечал все свои нюансы, ошибки. И обязательно идет работа над эмоциями и чувствами. Потому что вы сами понимаете, что это самая главная составляющая. Это украшение песни. То есть когда уже все отработано, все хорошо, чистенько, мы идем на сцену. И этот самый такой момент волнующий. Да, он пустой, все равно волнуешься. Но там мы уже учим движение, хореографию. Вот как правильно Татьяна говорила, где голову повернуть, где ноги поставить, это очень важно. Когда отработали и прошли кабинетный этап, и сценический этап, вот тогда уже песня идет на выход зрителю. То есть я так понимаю, что для артистов слабослышащих, да, это процесс намного более длительный и где-то трудоемкий. Трудозатратный, да. Сначала выучить слова, потом выучить жесты. Все же артисту слышащему, он проще готовится. Есть нюансы, есть артисты, которые имеют слуховой аппарат или потеря слуха частичная. Им, да, намного легче. А есть люди, которые 100% потеря слуха. Но тут уже Татьяна помогает, чтобы запомнить ритм, нарабатывать. Вот это очень важно. Татьяна, а вот у вас лично никогда не возникало желания выйти на сцену и исполнить какую-то композицию? Я давно уговариваю, я об этом не учусь. Ну, в принципе, да. Возникало такое желание, но почему-то, не знаю, мне легче научить, показать, сделать, правильно направить и на сцену выпустить. Мои желания воплощаются в них. То есть через них я как бы пою на сцене. Вот, а самой выйти как-то, ну... И неловко вроде, да. Да, вроде как неловко. А артисту есть, зачем переводчику петь, в принципе. Евгения, какие концертные и конкурсные площадки уже покорились вашему коллективу? Где чаще всего выступаете, перед какой публикой? А сейчас мы активно выступаем в Гомельском парке нашем. В общем, площадка в микрорайоне Гомсельмаш, площадка... Вот недавно покорили площадку Костюковки, в которой там действительно два раза выступали. Там такой теплый прием много, что мы всегда уезжаем оттуда с такими впечатлениями. Что это чаще всего за мероприятия? Городские праздники? Это в основном День независимости Республики Беларусь, День города Гомеля и 9 мая. То есть это обязательно, в списке обязательных мероприятий, да? Ну да. Ирина, подключайтесь к разговору. Есть еще одна очень интересная особенность. На ваших выступлениях нельзя увидеть и услышать аплодисменты. Вместо аплодисментов глухие показывают вот это вот. То бишь сразу видно, что зрители уже превосприняли, им нравится. Настоящая волна из зала, да? В ответ на выступление. Здорово. Костюмы – неотъемлемая часть любого выступления. Кто у вас отвечает за это направление? Ну, костюмы мы, естественно, подбираем соответствующую песню. Или номеру, или музыкальному спектаклю. Естественно, это решает руководитель и костюмер. Я знаю, что не так давно вернулись из поездки в соседнюю Литву. Это был гастрольный тур, участие в фестивале. Расскажите об этом. Мы были в Литве в двух городах. Это Вильнюс и Каунас. Нас пригласили принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 65-летию со дня, как сказать, основания Международного дня глухих. В этом году он отмечался 65-й раз. Как принимал зарубежный зритель вас? Принимали очень тепло. Зрители поистине очень благодарные. Даже не чувствовали себя, что мы уехали из Белоруссии. Как дома были. В нашей программе были пантомима, клоунада, жестовая песня и жестовая хореографические зарисовки. Вот как, на ваш взгляд, что больше всего впечатлило зрителя в этот раз? Я думаю, что всего все одинаково было. Не было такого различия. Там пантомима, эта песня. Зритель воспринимал все на одном уровне. Как много участников обычно на сцене во время выступления? Есть дуэты, есть трио, а есть и массовые, где мы ходим мы все на сцену. Я знаю, что впереди еще одна международная поездка, к ней активно готовитесь. Ведь так? Да. Впереди мы планируем принять участие в пятом международном фестивале творчества неслышащей молодежи, который называется «Янтарные звезды» и проходит в городе Калининграде. Уважаемый гость, если отвечать на вопросы, ради чего творите, что ответите? Евгений. Ну, во-первых, мы творим ради того, чтобы приобщить людей с нарушением слуха к искусству. А во-вторых, мы творим ради того, чтобы общество знало, что мир неслышащих, он не замкнут. Мы такие же, как они. Мы и поем, мы и танцуем, мы и общаемся. И, как бы, хочется сказать обществу, не надо нас жалеть, относитесь к нам на рамках. Вот ради этого мы творим. Ирина, наверняка вам тоже есть что сказать. А я скажу так. Занятия вот этой художественной самодеятельностью, они помогают нам чувствовать себя нормальными людьми, неужерстными. Потому что у многих есть чувство неполноценности. Это очень мешает нам вообще общей жизни. А занятия этой деятельности, они нам помогают избавляться от этого чувства. И чувствуем себя более свободно. Сложно представить, что вы такие замечательные, такие улыбающиеся и творческие, можете чувствовать себя неполноценными. Не поверю в это никогда. Спасибо вам за ваше творчество, за то, что вы делаете. Всегда мы несем людям радость, светло и добро. И чтобы добра в мире было больше. Вы знаете, я вот слушаю и с удовольствием задаю вопросы. И от вас так много хорошей энергии льется. И для нас, Катя, и для зрителей «Беларусь4», спасибо за этот позитив, за всю работу, которую делаете. Я в завершении хочу просто пожать каждому из вас руку и искренне пожелать успехов. Ну что ж, нам осталось увидеть и услышать ту самую песню. В исполнении Народного театра эстрадных миниатюр и инсценированной песни «Дома культуры Випра». Доброго вечера, друзья. И наслаждаемся творчеством. Если хочешь ты зимою снежной, И не на деревьях превращу в цветы. Если хочешь, расцветет подснежник На тропинке, по которой ходишь ты. Если хочешь ты, возьму я краски, Нарисую в небе радугу-дугу. Солнце, чтоб светило в день ненастный, Для тебя я невозможное смогу. Между небом и землей, Между небом и землей Счастье, мир огромный твой мой. Если хочешь, звездные букеты Буду до рассвета приносить к окну. Если хочешь лучшую на свете, Из чудесных сказок жизнь я притворю. Если хочешь, ты однажды утром Зазвонят по всей земле колокола. Музыка небес, Музыка небес тебя разбудит, Музыка любви, в которой ты и я. Между небом и землей, Между небом и землей, Нас счастливый случай звезд тобой. Между небом и землей, Между небом и землей, Счастье, мир огромный твой мой. Между небом и землей, Между небом и землей, Нас счастливый случай звезд тобой. Между небом и землей, Между небом и землей Между Частие, мир огромный твой и мой. МузыкаGU Счастье, мир огромный твой и мой. Музыка небес, Счастье, мир огромный твой и мой. Субтитры создавал DimaTorzok